Приветствую вас! И если супруга ушла от вас, то на данный момент при ее нежелании с вами общаться, нужно оставить ее наедине с собой. Пусть успокоится, пусть приведет свои мысли в порядок, пусть переоценит свои ценности, свои взгляды, свои отношения с вами, пусть переоценит твои цели, к которым она стремится. В любом случае, сейчас, если она не хочет с вами общаться, то есть у нее ярко выраженная негативная реакция на вас, это означает, что к диалогу она не готова. И для того, чтобы повысить шансы возобновления контакта, возобновления диалога, для того, чтобы повысить шансы вновь вашего примирения, сейчас дать ей побыть наедине с собой. Это то, чего она хочет. И не нужно на нее давить. Не нужно пытаться с ней договорить и что-то объяснить. Она вас слушать сейчас не будет. У нее есть свое видение ситуации, свое восприятие ее. И она не настроена на то, чтобы вы как-то ее видение в данный момент меняли. Значит, что нужно делать, пока, скажем так, ваша жена переосмысливает ценности? Значит, пока это происходит, вам желательно понять причины, по которым жена ушла. Понятно, что ушла она не просто так. Ее что-то разоставило. Какие-то были причины для того, чтобы она посчитала, что дальнейшая совместная жизнь с вами невозможна. Соответственно, именно возможные причины, побудившие ее к такому решению, вам и нужно выявить, обдумать и постараться устранить. Но не спешите говорить ей о том, что вы все поняли, что вы изменились и так далее. К этому, скорее всего, она отнесется скептически и вам не поверит. Лучше будет, если вы своими поступками, своими действиями, своим разговором покажете ей, что какие-то точки зрения, какие-то взгляды на ситуацию вы поменяли. И поменяем для того, чтобы ваша женщина чувствовала себя счастливее, чувствовала себя лучше и была более спокойна, более гармонична с самой собой и с вас. Можно заняться собой, пожить немножечко для себя, но в этом, конечно, будет сложно, потому что вы привыкли жить с супругой и в одиночестве вам будет довольно тяжело. Соответственно, разговор стоит начинать, диалог с ней пытаться начинать после выхождения определенного количества времени. Лучше пару-трой в неделю, может быть больше, в зависимости от того, как супруга на вас сейчас реагирует. Диалог лучше начинать с нейтральной темы, просто поинтересуйтесь по-доброму, как у нее дела, чтобы она занимается и так далее. И важно понять, что основная цель ваша при желании сохранить брак является не примирение как таковое, а заново. Налаживание психологического контакта и общение с ней. Именно это и, пожалуй, только это в данный момент способно принести вам шанс на примирение. Не будет контакта, не будет примирения. Сразу показать вашей жене, что вы что-то исправили, что вы что-то обклонили, не получится. Нужно именно делать это постепенно. Дальше. 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 Главное, главное забрать причины. Если вам кажется, что супруга в чем-то не права была, но при желании сохранить брак, это отходит на второй план. Даже если женщина в чем-то не понимает, в чем-то была неправа, в чем-то погорячилась, будет лучше, если вы для сохранения вашего союза перед ней извинитесь. Вы скажете, что были неправы. Ну, а самое главное, необходимо изменить свое поведение так, чтобы все раздражающие факторы, которые мешали вашей жене почувствовать себя свободно, непринужденно, счастливо, были устранены. И тогда, и только тогда, возможно, важно вновь соединение и примирение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в тубличку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи. Погорецит Слава Бог. Как soon это, по- всем оба... По- 지금press. которым я буду максимально выглядывать и Rat режим com машину,